Микс Ньюс Сегодня у нас в гостях предприниматель и городской активист Диана Новицкая. Здравствуйте. Доброе утро. Утро на балконе Напомню, телефоны прямого эфира и других средств связи, если вы хотите нам позвонить и задать вопрос, то 672 12 93 9, 672 13 93 9. Если вы хотите нам написать, то пишите нам по ватсапу 230 6191. Ну, тема, как понятно, у нас сейчас всегда одна основная. Это коронавирус, ковид-19. Наверное, такой очень общий вопрос, но с него мы начнем. Насколько опасаются вообще предприниматели в целом, или может быть вы в частности, даже не самого коронавируса, а тех последствий, которые произойдут после. Потому что уже понятно, что экономика падает, что у людей падает покупательская способность, и в целом предвидели, что кризис в ближайшее время какой-то будет, но сейчас хотя бы понятно, из-за чего он произойдет. В общем, насколько предприниматели готовятся к этому всему? Конечно, ситуация сейчас очень нестабильная, тревожная, и тревожимся, я думаю, мы предприниматели из всех отраслей. Я на сегодня представляю отрасль, которая называется производство, она всегда была достаточно полна вызовов, а сейчас в рамках этого кризиса буквально за неделю мы видим, как сильно меняется ситуация. Первое, о чем мы обеспокоены, естественно, как долго это будет длиться, насколько эта яма нас запутает. Но, естественно, первое, о чем мы думаем, это о наших работниках, коллектив очень большой, более 70 человек трудоустроены на нашем предприятии. И первое, о чем мы думаем, насколько мы сможем обеспечить им работу. Сейчас видим, что заказы падают, мы производим полиграфическую продукцию и напрямую зависим от того, что происходит на рынке. То есть это рекламные кампании в магазинах, это, например, афиши концертов, спортивные мероприятия, журналы, книги, в конце концов. И понятно, что мы на сегодняшний момент мы еще работаем, и мы работаем достаточно в полном цикле, потому что есть пакет заказов, который мы еще должны обеспечить. Но если мы смотрим на перспективу, то, скажем, если раньше я могла прогнозировать на месяц загрузку производства, то сейчас этой перспективы не видно. И нам нужно думать о том, какие будут первые шаги со стороны правительства на поддержку, для того, чтобы мы могли понять, что мы делаем с количеством людей, которые у нас есть. Либо мы их сокращаем, либо мы как-то замораживаем бизнес на определенное время. Ну и второе, это насколько долго это будет длиться, конечно. Ну а есть какой-то диалог с правительством, с государством относительно этих компенсаций? Да, естественно, на сегодняшний день мы не верим в то, что это будут очень правильные шаги, потому что уже сейчас видно, что правительство не готово к поддержке в той мере, которая необходима. И есть какие-то точечные удары, и понятное дело, что есть туристический бизнес, есть транспортная сфера, где очень необходима помощь. Но нельзя и забывать о других отраслях. И пока на сегодня я не вижу каких-то очень конкретных и правильных шагов, которые, например, нас как предпринимателей поддержали бы. Ну вот я как раз хотел сказать, у нас вчера в студии, собственно, вот в этой же программе был президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Яни Спиннис. Он как раз говорил о том, что государство расставляет приоритеты, и понятное дело, что туристический бизнес, он находится, и гостиничный бизнес, он находится в вершине бизнесов, которые пострадают от COVID-19, потому что у них весь бизнес завязан исключительно на поездках и так далее. То есть вы, скажем, полиграфический бизнес, не чувствуете какой-то поддержки, учитывая, что, наверное, в каких-то списках вы не будете находиться. Конечно, я в этом уверена, и на самом деле то, что происходит сейчас, любой кризис, в принципе, показывает то, насколько наше правительство вообще умеет руководить, и насколько вот этот кризис-менеджмент готовы осуществить. Потому что ведь, если посмотреть ранее, какие были приоритеты, например, правительство, оно умеет сформулировать черный список, кому нельзя въехать куда-то, поделить общество на хороших и плохих, заметить руку Кремля. А когда начинается реальный кризис, который касается каждого жителя страны, то мы понимаем, что очень разные подходы, и люди, которые сейчас у власти, абсолютно не готовы к реальной поддержке. Потому что неважно, в какой отрасли мы работаем, мы трудоустраиваем наших жителей. 70 человек в производстве – это достаточно большой объем, и неважно, это гостиница, в которой трудоустроено, например, 40 человек, или производство – 70. Опять-таки, мы экспортное предприятие, и на сегодняшний момент мы на экспортных рынках тоже сразу теряем. Ну, давайте вначале примем телефонный звонок, надените, пожалуйста, наушники, чтобы услышать звонящего. Доброе утро, здравствуйте. Доброе. А мне вот любопытно, под предлогом общей беды, солидарности и так далее, не поступало ли предложение, например, от Режской Думы или правительственных структур выполнить свою работу, ну, или бесплатно, или с большой скидкой, там, ну, к примеру, памятки социальные про коронавирус выпустить и расклеить там везде. Таких вот предложений среди бизнеса были, не были, ни в курсе. Спасибо. Спасибо. Ну, вот такой интересный вопрос. Действительно, мы сейчас наблюдаем, что есть очень много предпринимателей, которые, есть много предпринимателей, которые очень разные придумывают программы, как бы поддержать друг друга. На сегодняшний момент, скажу вам честно, не было таких поступлений, например, там, от госструктуры или структуры муниципалитета о том, чтобы, ну, напечатайте нам что-то, помогите, мы там развесим. Почему? Первое, я думаю, если мы говорим с точки зрения гигиены и безопасности, то печатная продукция – один из возможных носителей вируса, да, и, скорее всего, это будет то, что мы, в принципе, не можем распространять, как просто так, как бесплатные листовки. С другой стороны, вариантов очень много, и мы сами готовы пойти на уступки, если нужно какие-то рекламные материалы и так далее по доступной цене печатать и так далее, но рекламные, они должны быть, конечно, более образовательные. Ну, на сегодняшний момент таких поступлений и предложений, конечно, не было. Ну, я подозреваю, что, конечно, на основании пользуются интернетом или какими-то другими бесконтактными средствами связи. Вы говорите, что не хватает поддержки от государства. У меня вот всегда, когда я там слышу, особенно вот сейчас такая кризисная ситуация, мы же все понимаем, что у государства ограниченное количество денег. Сейчас, насколько я понимаю, нашли там миллиард евро вот этих на черный день запасов, скажем так, и миллиарда евро не хватит на всех. И у нас есть медициды, которые сейчас очень нужны, всегда была нужна помощь, сейчас особенно. У нас есть туристический бизнес, который напрямую, там практически все доходы, они сейчас на ближайший месяц-два пропадают. Это в лучшем случае месяц-два. И так далее, и так далее, и так далее. Мне интересно, какие именно шаги со стороны государства вы видите, которые могли бы помочь, учитывая вот такую нехватку средств на всех. Ну, прежде всего, мы должны понимать, что этот кризис, он сопоставлен с кризисом в сфере медицины. Почему? То есть мы боимся за здоровье людей. И первое, о чем думаю я, естественно, когда, например, у меня на работе появляется человек с какими-то первыми признаками того, что, возможно, это болезнь, то человек не получает, например, от государства поддержку в случае, например, больничного Б, и что происходит? Он хочет зарабатывать, он боится, что он останется без дохода какого-либо, и он подвергает риску себя и окружающих. То есть не остается на карантине? Не остается на карантине. Тем самым первая, мне кажется, и главная поддержка – это то, чтобы были больничные, которые оплачивались бы государством вне зависимости от отрасли. И на сегодняшний момент такого регулирования еще нет, стопроцентно оно не принято. И, естественно, первые 10 дней, то есть если мы говорим о карантине, оплачивать все равно работодатель. Это первое. Второе, если мы говорим о какой-либо минимальной хотя бы гарантированной заработной плате, который человек мог бы получать, то это был бы очень хороший инструмент для того, чтобы основные нужды были бы каким-то образом все-таки определены со стороны государства. Потому что сейчас что мы можем делать? Мы можем либо сокращать человека, и все равно это упадет в кассу государства. То есть это будет, опять-таки, поток безработных сумасшедший, и это уже будет выходить за рамки этого миллиарда, естественно. Поэтому тут очень-очень много может быть инструментов, как помогать. Но первое – это вот этот так называемый карантин и больничный. И мне кажется, это был бы один из самых главных путей, которых хотя бы на время мы могли бы себя каким-то образом подстраховать. Диана Новицкая у нас в суде, предприниматель, городской активист. Мы обсуждаем то, как коронавирус влияет на разные сферы предпринимательства и что с этим делать предпринимателям. Есть ли какая-то, вот у нас слушатель спрашивал про связь с государством, есть ли какая-то, не знаю, поддержка между предпринимателями, может быть, одной и той же сферы? Потому что понятно, что в обычное время вы конкурируете с другими типографиями, скажем, но вот сейчас в кризисной вроде как можно сплотиться и помочь друг другу, или это как-то сложно реализуемо? На самом деле на сегодняшний момент производственных мощностей достаточно много на территории не только Риги, но и Латвии, потому что у нас есть и типографии в Елгаве, и в Талсе, достаточно крупные производства. Многие производства в последние годы инвестировали достаточно большие деньги в то, чтобы расширять свой производственный парк, поэтому можно было бы говорить о том, что мы бы могли сплотиться, объединиться и каким-то образом делить эти производственные мощности. Но на сегодняшний момент, мне кажется, во-первых, прошло очень мало времени для того, чтобы отреагировать на это и каким-то образом начать помогать. И второе, все-таки это достаточно сложно, учитывая то, что каждая организация работает по каким-то определенным своим принципам, специализируется на определенной продукции, и это нужно время для того, чтобы предпринимать такие шаги. Я надеюсь, что и Ассоциация полиграфии, и также Рупная Цибисунтыжная, Цибискамера, может быть, пойдет с какими-то предложениями о том, как оптимизировать ситуацию на сегодняшний момент, с учетом того, что производственные мощности действительно позволяли бы каким-то образом оптимизировать сложившуюся ситуацию. Если мы говорим о будущем, мы не знаем, как долго продлится чрезвычайная ситуация. Сейчас это 14 апреля, и будем надеяться, что действительно 14 апреля у нас снимется эта ситуация, но мы не можем быть уверены точно. В любом случае, многие бизнесы стараются как-то перепрофилироваться, как-то поменять, не знаю, немножко частично свою деятельность. Ну, например, вот опять-таки господин Пинц у нас был вчера и говорил о том, что многие рестораны, они добавляют теперь у себя функцию доставки. Раньше у многих не было такой функции, сейчас она появилась. Это тоже немножко новый взгляд на проблемы и так далее. Я не знаю, насколько вообще у типографии и у эпографии есть такая возможность или нет. Конечно, я думаю, что сила любого предприятия и менеджмента этого предприятия как-то реагировать на ситуацию внешне и перепрофилироваться. Естественно, мы не можем полностью перепрофилировать бизнес, но мы можем, наверное, пакет продуктов, предлагаемых, поменять. Ну, например, если мы концентрировались только на рекламную продукцию, то сейчас, например, перейти на производство либо книг, либо каких-то образовательных брошюр и так далее, которые помогли бы, может быть, в рамках кризиса. Но глобальные изменения, они достаточно сложны. Почему? Потому что все-таки производство – это прежде всего производственный парк, машины и определенный вид деятельности. Даже перейдя на работу отдаленную из дома, введя более такой продвинутый спектр услуг в Е-среде, то есть, например, электронно получая заказы и так далее, все равно, если ты производишь, например, рекламную продукцию или бумажную продукцию, ты не можешь начать производить что-то другое, например, продукты питания, потому что у тебя производство заточено подсвешено под другое. Но в любом случае, что мы стараемся делать сейчас, мы делали акцент уже в последние несколько месяцев на экологичную упаковку и так далее, мы видим, что продукты питания все равно еще актуальны, и их скупают, как мы видим, и в больших количествах, то, соответственно, мы делаем больше акцент именно на упаковку, и это нам помогает пока что держаться на плаву. Ну, я хотел немножко позже об этом и говорить, раз мы затронули экологичную упаковку, если немножко отойдем от коронавируса, а в целом мы говорим про полиграфию, нет ли такого ощущения, что сейчас все меньше и меньше требуются эти услуги, что рынок уменьшается, потому что многие журналы либо становятся еженедельными вместо того, как были ежедневниками, там DNS бизнес, он стал еженедельным, это, соответственно, реже его выпускать надо в 7 раз. Если какие-то газеты и журналы вообще уходят, вообще сейчас идет такой тренд на меньше бумаги, меньше производства, чтобы была более такая зеленая среда. Полиграфия в Латвии это чувствует, что уменьшается этот рынок? Нет, вы знаете, на самом деле полиграфические предприятия уже долгое время перепрофилировались на то, что, естественно, есть одно – это рынок в Латвии, определенный пакет заказов и продуктов, которые здесь актуальны, а есть рынок экспортный, где возможности миллион, и мы всегда были достаточно конкурентоспособными, учитывая то, что, во-первых, в Латвии очень высокий опыт полиграфический, то есть это такая прям историческая ценность такая, это первое. И второе – то, что мы все-таки в Европе, и очень многие предприятия в Европе хотели именно производить что-то не в Китае, а на территории Европейского Союза. И, например, если мы говорим о той же Германии или Австрии, то всегда им приятнее написать «made in you», то есть сделано в Европейском Союзе, и делать заказ, например, в той же Латвии, где очень быстрая логистика, возможность… Цены не такие высокие. Да, и цены не такие высокие, как, например, в той же Германии. И тем самым мы могли позволить себе и производить здесь, и обеспечивать логистику, и это было достаточно выгодно. И мы пока продолжаем это делать, но опять-таки на экспортных рынках, что мы сейчас видим? На экспортных рынках очень много журналов разных, нишевых. Продолжало место быть этому, и что мы видим сейчас? Ну, например, несколько спортивных журналов просто не выходят. Почему? Потому что нет никаких спортивных мероприятий. То же самое про культурную среду. Это афиши, плакаты, пригласительные билеты и так далее. Опять все закрыто, мы это не производим. Буквально недавно у нас огромный пласт заказов ушел от торговых сетей в Скандинавии. Почему? Потому что в магазины никто не ходит. Например, купоны, которых мы печатали действительно громадными тиражами, они просто не востребованы. И тем самым мы видим сейчас, что это не тенденция рынка, что, например, нечего печатать. Печатать всегда есть что. А именно результат этого коронавируса повлиял на то, что у нас поменялся совершенно вот этот пакет нужд наших клиентов. И мы, к сожалению, вынуждены опять вернуться к этой же теме коронавируса, когда буквально за неделю мы потеряли практически все. Но что касается рынка Латвии, то я вам должна сказать так, что печатная продукция есть, есть очень интересная и разная. У нас достаточно креативные рекламные агентства, которые предлагают очень много мерчендайза для привлечения покупателей. Ну, элементарно, если мы говорим про те будни, которые были, например, 2-3 недели назад, но если вы приходите в магазин, вы видите, например, какой-то продукт, который в красивой упаковке, стоит на красивом стенде, чтобы привлекал внимание, и это в большинстве случаев бумажная упаковка, потому что очень многие рекламные агентства придумывали правильные экологичные подходы к тому, как представить свой товар. И мы реагировали на это, и мы подстраивали также свое оборудование под то, чтобы эту продукцию можно было бы и произвести. Тем самым сотрудничество на уровне Латвии, если мы говорим вообще в цифрах, то общий наш оборот компании около 6 миллионов евро, и около 3 миллионов – это реализация в год на территории Латвии. То есть, в принципе, это достаточно большие цифры, и проекты были очень интересные. Ну, и одновременно с этим, как я говорила, экспорт. Чему я рада до сих пор, что пока детская продукция, на которую мы делаем акцент, производится и продолжает производиться, плюс работа с фармацевтическими компаниями, она актуальна и работает на сегодняшний день тоже, потому что это разные инструкции, это упаковка для лекарств, это очень много сопроводительной документации, она пока еще производится. Она, может быть, даже повысилась? Вот за эти недели пока мы не видим вот этого повышения, потому что, я думаю, все тоже реагируют на ситуацию и продумывают свои стратегии, да, и я думаю, мы в ближайший месяц увидим то, как будет увеличиваться оборот именно в этой индустрии. Ну вот господин Пеницу, наверное, уже икай, за что я так часто его вспоминаю. Просто интересно сравнивать эти сферы бизнеса, которые так, ну, напрямую мы вспоминаем, как пострадали, и сферы бизнеса, которые не приходят первыми на опыте, скажем, полиграфия. Ну, в общем, он говорил о том вчера, что, как сказать, сдержан оптимистично о том, что когда все-таки чрезвычайная ситуация будет снята и коронавирус больше не будет актуальной повесткой, люди с новой силой, так сказать, пойдут обратно по ресторанам и, как бы соскучившись по всему этому опыту, будет такой даже небольшой взрыв и скачок выше среднего первые дни, первые там недели. Можем ли мы надеяться на такое и в других сферах бизнеса, в частности полиграфии? Или это все-таки уже более... Ну, я думаю, что очень хотелось бы, чтобы так было. Скажем, все концерты будут устроены в одну неделю, и придется взять все киши сразу. Да, возможно, это будет, но я все-таки стараюсь смотреть на ситуацию более реалистично, и с точки зрения, наверное, даже себя как потребителя, я думаю, что вот этот отход от, ну, скажем, от болезни, он все-таки не будет таким стремительным, и он будет очень медленным. Я думаю, экономика просядет очень сильно, и такого взрыва сразу мы не почувствуем. Я думаю, это растянется на многие месяцы. Поэтому я бы не сказала, что в нашей отрасли это будет актуально. 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефоны прямого эфира, звоните нам, пожалуйста, или номер WhatsApp, в котором можно написать, 230-6191. В гостях у нас предприниматель Диана Новицкая. Среди своих знакомых и друзей там на Фейсбуке, например, скажем, я заметил такую интересную тенденцию, что многие пишут о позитивных каких-то моментах, которые происходят из-за коронавируса. И, в частности, если мы говорим про бизнес и предпринимательство, оказалось, что многие вещи, которые раньше нам казались невероятными, в частности, начальникам, что, оказывается, можно очень много делать по удаленке, и качество работы от этого не страдает. И, оказывается, можно разрешить своим работникам находиться дома, если им это удобнее. Или, скажем, какие-то очень многие вещи можно перенести в онлайн-среду. И, опять-таки, это не то, что не мешает, а, наоборот, даже помогает. И хочется верить, что какие-то вот такие позитивные аспекты, они останутся и после коронавируса. Вот вы, как именно предприниматель, или именно даже не просто предприниматель, а начальник, который руководит большим количеством людей. Вы почувствовали какие-то такие вещи, которые можете потом использовать в дальнейшем уже в нормальной ситуации? Ну, конечно. Прежде всего вопрос отдаленной работы – это большой плюс, когда мы можем на практике проверить, как это. Потому что всегда был такой стереотип, что, например, работники офиса или администрации, все-таки руководя производственным предприятием, должны быть всегда онлайн и на месте. То есть сейчас мы видим, что действительно какие-то процессы можно решать отдаленно, и это даже будет более эффективно, потому что мы друг друга, во-первых, не заражаем, то есть это меньше рисков, и, во-вторых, оперативнее на все реагируем, используя средства связи, которые не просто подошел, сказал, где это будет зафиксировано. Но не требуется время перемещения. Именно так, да. Второе, все-таки, если мы говорим о работе удаленной, то есть профессии, в которых это невозможно. Так же, как сейчас врачи шутят о том, что мы не можем работать удаленно, или мы не можем сидеть дома, а вы сидите, то в случае с производством, естественно, производственные мощности все равно, несмотря на то, что очень автоматизированные и современные, требуют наличия операторов. Но что я скажу, наверное, с точки зрения предпринимателей, я надеюсь, что слушатели, которые тоже в теме подтвердят, еще 2-3 недели назад мы сталкивались с ненормальной ситуацией с доступностью работников. То есть работников не было, а те работники, которые приходили на интервью или которые вообще были доступны, достаточно высокую требовали зарплату, которую не всегда мы могли потянуть по объективным причинам. На сегодняшний момент видно, что ситуация просто кардинально поменялась, и буквально за эти 6 дней мы видим, во-первых, доступность кадров выше сразу. Люди понимают, что значит кризис, и они начинают снижать свои требования. Почему? Потому что они начинают по-другому ценить свою работу. И это, с одной стороны, конечно, в пользу играет предприниматель, а с другой стороны, все равно мы как предприниматели думаем о том, не только как обеспечить работу определенному количеству людей, но еще как вообще выдержать этот кризис в целом без определенной доли доходности, которая, в принципе, раньше приходила, например, каждый месяц, полмиллиона ты мог сделать, то сейчас вот этот прогноз сделать очень сложно, поэтому как содержать все предприятие, начиная от оплаты электричества, которые очень большие суммы для предпринимателей и производителей, заканчивая зарплатами и налогами, то тут, конечно, вопрос другой. Но я вижу все-таки позитивно то, что чуть-чуть стабилизируется ситуация, я думаю, с доступностью рабочей силы и их экспектациями по заработным платам. И второе, я думаю, что важно, что мы будем по-другому смотреть на возможность работать отдаленно с точки зрения эффективности труда. То есть это всегда был вопросом таким ключевым, насколько это эффективно, то в данной ситуации мы можем это проверять уже на деле не просто теоретически, но практически. У нас звонок есть в студии, наденьте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Я больше 10 лет работаю удаленно и понимаю, что сейчас кризисная ситуация, но вообще-то не учитывается при удаленной работе такая проблема, как соблюдение трудового законодательства. Я предприниматель, и работаю удаленно, я работаю 24 часа в сутки. То есть фактически, если человек работает удаленно, то он становится очень доступным для того, чтобы заставить его работать в неурочное время. И кризисная ситуация. То есть этот вопрос вообще никак не регулируется. Второй момент, на который хочу обратить внимание, что сейчас очень многие министерства перешли на работу, и те номинально фиктивные единицы, которые раньше ничего не делали на своей работе, получая зарплату, теперь будут получать зарплату, ничего не делая, находясь это дома. То есть это сфера госуправления. Они вообще лишаются контроля, можно будет пристроить в скором времени человека на удаленную работу дома и платить ему зарплату. Проконтролировать его будет невозможно. И третий момент, это стремление правительства, даже в таких кривистых условиях, провести налоговую реформу, задушить частные микропредприятия, обложить их дополнительными налогами. Вот я, например, работаю по системе микропредприятия. Могу спрогнозировать, что в будущем, сразу же, как только ситуация нормализуется, будет повышен налог с оборота, как минимум пару процентов. И наверняка будут опять повышены акцизы на топливо. Посмотрите, мне вчера на уровне 2002 года бензин на заправках, мы видим самый дешевый по евро 20. То есть акцизы, это уже 90% топлива. Так что вот такой мой нерадостный прогноз на удаленную работу. И плюс еще гиподинамия огромная. Да, то есть вы фактически... Я понимаю, что люди сейчас держат машины под домом, они и так мало двигаются. Но если вы переходите на удаленную работу, вы вообще перестаете двигаться. У меня вот подсчитано по счетчику, в среднем, если я выхожу в гараж или за женой, я прохожу в день 2,5 километра. Не больше. То есть вот такие проблемы нас ожидают с удаленной работой. Поговорю, как человек, 10 лет работающий в этой системе. Спасибо. Спасибо. Очень обстоятельный комментарий. Давайте мы разделим на три части, которые я услышал. Первое – это все-таки про соблюдение каких-то торговых законных законодательств в связи с удаленной работой. Насколько это проще, сложнее для работников или предпринимателей? Да, я слушая слушателей, махала головой, не могла не согласиться. Действительно, удаленная работа, я по себе могу сказать, что это очень сложно, потому что находясь дома, ты, в принципе, с 7 утра, проснувшись, ты первое, что делаешь, ты открываешь либо ноутбук, либо телефон, ты проверяешь почту, ты реагируешь и стараешься оперативно ответить на что-то, и, в принципе, твой рабочий день начинается уже с 7 утра. Но это потому, что вы работаете удаленно или потому, что вы начальник? Нет, потому что я первая, это потому, что я работаю удаленно, и это не важно, это начальник ты или ты наемный работник, и неважно, секретарь. Я думаю, что люди, которые ответственно подходят к своим обязанностям, то это такая внутренняя установка человека, что делать. Первое, я думаю, что многие согласятся с появлением гаджетов. Первое, что мы делаем, это не выпиваем стакан воды, а берем телефон и смотрим, что у нас там произошло. Поэтому я расскажу просто свой опыт по себе. Тоже старалась какое-то время работать удаленно, потому что были такие на это причины. Так вот, начинается рабочий день очень рано, и ты все время нон-стоп в рабочих вопросах, и ты не видишь больше грани, где эти 6 часов или 5 часов вечера, когда как будто бы у тебя рабочий день заканчивается, и ты можешь уже уехать, например, из офиса и включить свой домашний режим. То этот домашний режим, он иногда мог продолжаться и до 10, до 11, и так как мы все работаем удаленно, то, может быть, и твой коллега пользуется этой же ситуацией и начинает решать какие-то вопросы вне рабочего времени. И здесь я со слушателем соглашусь, и я думаю, здесь вопрос, первое, это культура компании, это то, какие правила мы вводим, когда мы все-таки определяем какое-то личное время для людей. И второе, это все-таки оперативное управление. Я здесь соглашусь, наверное, с вами о том, что... Я могу снять я наушники? Соглашусь с вами о том, что, конечно, управленцы, они думают 24-7 о предприятии, да, и есть, может быть, люди другие, у которых, ну, чуть-чуть другие приоритеты и другой уровень ответственности. Я сейчас рассказывала только о себе, и я очень хотела бы уважать время своих подчиненных и уважать их время для того, чтобы они могли проводить с семьей и так далее. И тут вопрос именно такой культуры, общения внутри предприятия, внутри команды, о том, ну, где этот порог, когда рабочее время заканчивается. Но ведь это же, ну, вот это как раз возвращается к той части вопроса, что про торгов... ну, про законодательство, какие-то права работника, потому что, конечно, если там с точки зрения начальника я смотрю, особенно если ему не так важны, ему важнее результат, чем человек, что понятно, то выбирая между работником, которым... Даже если мы говорим не про удаленку, если вот нормальная работа в офисе, ну, если человеку можно позвонить во вне рабочее время и сказать, у нас тут ЧП, сделаю это, 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 то выбирая между работником, который скажет, нет, я ценю свое время и давайте я в рабочее время это решу, и между человеком, который скажет, да, конечно, все, бросаю своих детей, бегу к вам, то, конечно, работодатель, скорее всего, выберет второго человека, хотя, как бы, по законодательству правильнее поступил первый. Ну, мы должны понимать, что законодательством отрегулирован 40-часовой рабочий цикл, который не всегда соблюдается, который не всегда соблюдается, но, опять-таки, законодательство – это одно, корпоративная практика – это другое. Я знаю очень много предприятий, в которых, например, система построена таким образом, что, например, рабочее время с 9 до 6, иногда даже с 9 до 5, их 5 часов доступ к системе, в которой работает, например, офисный работник, да, он просто перекрывается. Для чего? Для того, чтобы, ну, во-первых, работник эффективно работал в эти 8 часов свои, да, и, во-вторых, чтобы, ну, как-то экономились ресурсы, например, выключался бы свет, и все закрывали бы офис и выходили. У каждой компании, я считаю, есть свои приоритеты и своя внутренняя культура. Есть же предприятия, которые, ну, такие, работают как семья, да, и они действительно выручают, и они не руководствуются только какой-то такой практикой, которая вот прописана от А до Я, да. Есть компании, которые, наоборот, очень ценят вот это свободное время человека, подстраиваются под их ритм. И в нашей компании также мы знаем, что есть, например, молодые мамы, да, которые не могут начать работу, например, в определенное время, могут там только вот в такое, или заканчивают раньше. Почему? Потому что надо забрать из школы или из сада ребенка. Поэтому мы стараемся подстраиваться, но это я говорю про нашу компанию, да, как это построено у нас. У каждого по-своему, но законодательство, я думаю, в целом не может определить прямо очень четко эти границы. Почему? Потому что это все зависит все-таки от того, как работодатель построит свои отношения с работником, и насколько будет эластичен в этом. Потому что времена меняются, и мы не говорим сейчас о коронавирусе, а вообще в целом. Это, во-первых, нужно вспоминать о том, с какими поколениями мы работаем, да. Например, человек, который работал в 90-е или в 2000-е годы, это один поколение Y или Z, да, с миллениалы, так называемые тоже, да. Или тех, кто работал в 80-е и 70-е. Да, именно. Это совершенно разные подходы. Одному нужна жесткая дисциплина и с 9 до 6, и обеденный перерыв с 2 до 3. Другому важна возможность удаленно работать, и он готов работать, может быть, не знаю, с 5 до 9 вечера. Почему? Потому что вот у него такой ритм, да. Поэтому времена меняются, все меняется. Ссылаться только на законодательство мы здесь не можем. Я думаю, что здесь все-таки диктует правило сам работодатель, сам предприниматель и то, какую команду он под себя подбирает. Потому что это очень важно подобрать ту команду, которая чувствует этот ритм и чувствует понимание того, что мы же работаем все на результат. И если для этого результата иногда нужно выйти в субботу, то я думаю, что правильно было бы работодателю в течение, например, недели тогда дать какое-то выходное или несколько часов, и как бы договориться. Ну или как минимум оплатить сверхурочное. Или оплатить сверхурочное. И опять-таки законодательство это предполагает, и при нормальном стечении обстоятельств и отношениях между работником и работодателем всегда можно договориться. Я считаю, что именно руководитель, лидер компании, который ведет команду, он должен им мотивировать, принять определенные правила и быть эластичным. Ну вот в вопросе слушателя будет такой очень момент, который меня зацепил. Мне вот интересно, я понимаю, как я как работник, скажем, наебный, чувствую себя. Мне интересно, в сочи зрения, как раз руководители, говоря об оценке работы. Потому что, опять-таки, это не так важно, удаленка это или в офисе. Но понятное дело, что есть люди, которые там действительно сели и вот 8 часов подряд работают. И неважно, они там уже устали, у них голова кружится к концу рабочего дня, но они работают, работают. А есть, которые, ну там, раз в час уходят в YouTube минут на 10. Ну, если посмотреть видео с котиками, условно говоря, потом возвращаются, как бы, отдохнувшими, с большими силами, и продают работать. Ну, конечно, в удаленке это больше зависит уже от какой-то самоконтроля. Но в целом, вот для работодателя насколько важно, чтобы человек прям работал, работал, или если результат есть, то ты хоть вообще что угодно делай, если ты даешь результат. Я думаю, что это зависит прежде всего и от профессии, и от отрасли, о которой мы говорим. Но в любом бизнесе самое главное – результат. И здесь мы должны говорить о том, насколько можно дать вот этот эластичный график, для того, чтобы возможность была и 10 минут посмотреть YouTube или кому-то выйти подышать, может быть, не знаю, выпить фреш или покурить кому-то. Это тоже вопросы очень индивидуальные. Но мы должны понимать, что, например, если мы говорим о кассире в Максиме или в Риме, то ты не можешь просто как-то на самотек это пустить. Вот ты должен проработать 8 часов от и до, и у тебя есть перерыв на обед или на какую-то паузу. Если мы говорим о офисном работнике, например, менеджере по продажам, то я, например, здесь очень лояльна в том плане, что я знаю, что у человека есть месячный или квартальный план. Я вижу выполнение этого плана и я вижу дисциплину работника. И тем самым, если есть доверительное отношение и понимание этой корпоративной культуры, и понимание целей компании или целей определенного отдела, то здесь я не буду смотреть, он сейчас смотрит котиков или он очень активно занимается холодными или теплыми звонками. Меня интересует результат, который мы достигнем в течение квартала или месяца благодаря вкладу этого работника. Поэтому нужно смотреть на профессию, нужно смотреть на задачу, которая стоит перед работником, и надо смотреть опять-таки на общую корпоративную культуру, потому что, как мы знаем, есть опять-таки мой пример, например, воспитатель детского сада. Но мы же не можем здесь вообще говорить о каких-то там таких вопросах, когда он, например, уходит куда-то или не работает вот эти 8 часов. Но воспитатель детского сада это специфичная немножко профессия, тем более они как раз по удаленке точно не могут. И они точно не могут работать. Или там доктор, который делает операцию. Но если мы говорим о предпринимателях, я, например, сделала пример о отделе продаж. Например, есть бухгалтерия. Это, опять-таки, финансовый отдел. Здесь есть отчеты, есть дни, когда очень много работы, есть более свободные дни. И поэтому это зависит от того, опять-таки, какая поставлена задача и насколько эту задачу работник оценивает, насколько он ответственно к этому подходит и насколько, опять-таки, сам руководитель, какой стиль руководству он для себя выбирает, выбирает для компании. Потому что работников много, руководителей много, и мы ищем друг друга, так же, как совмещаются партнеры, пары. Так, я думаю, находятся такие коллективы, складываются, которые принимают и руководители его стиль, и, опять-таки, ту культуру, которую внедряет этот руководитель. Но есть же, опять-таки, насколько я могу судить, просто сейчас появилось огромное количество статей, про то, как правильно работать на удаленке. И как раз вот говоря о той проблеме, которую вы затронули, что сложно разделить дом и работу, что там даже специальные там советы, что если вы работаете, то надевайте на рабочий костюм хотя бы верхнюю часть, вы тогда будете ощущать, что вы работаете, а вот время закончилось, вы снимаете, как бы внутренне вот, и так далее. То есть, ну, это культура работы из дома, она, опять-таки, не знаю, благодаря ли коронавирусу или еще чему, но она растет. Да, я думаю, и она будет продолжать расти, и мы будем сами развиваться в этом вопросе. Я думаю, и для руководителей это большой вызов, потому что руководить удаленно достаточно, может быть, сложно, да, потому что, может быть, не все действительно будут доступны, или не все будут принимать эти правила, да, потому что, как я рассказывала, зависит очень от возраста и от дисциплины человека. Самодисциплины. Самодисциплины, конечно, да, поэтому это вопрос такого вызова для нас, для всех, но, опять-таки, современный мир еще до коронавируса говорил о том, что мы все уходим как-то в удаленную работу, заметьте, очень много офисных зданий стало пустовать, да, начали переходить либо на работу из дома, либо на так называемый open space, когда ты только снимаешь стол, тогда, когда тебе нужно, да, заметьте, как поменялись форматы собраний, если раньше, например, собрания были там час-полтора, сидят, обсуждают, да, то сейчас, например, форматы собраний в многих предприятиях меняются, это либо это в виде завтраков происходит и очень быстрых, да, оперативных. Почему? Потому что мы все очень начинаем ценить свое время и то, как это время проводить эффективно. Зачастую, уже многие годы назад компания, если не ошибаюсь, Calox ввела короткую рабочую неделю или короткий рабочий день, и они заметили, что эффективность работников стала расти, и они даже начали поднимать обороты прибыльность. Почему? Потому что работники стали это ценить, да, но для нас какое-то время назад это еще было трудно представить, как это может быть, но сейчас многие уже говорят о том, что, может быть, стоит переходить на более короткое рабочее время, да, для того, чтобы давать больше возможностей людям гармоничного такого развития и оценки своего свободного времени и как-то возможность проводить ее с семьей или для себя. Ну, опять-таки, это, наверное, зависит все-таки от отрасли, то есть сложно себе писать доктора или журналисты, да, опять-таки, которые перестают работать в два часа дня. Да, или согласитесь, когда есть какая-то кризисная ситуация, ЧП и так далее, и ваши коллеги тоже, они выходят в эфиры, да, и они, я думаю, хотели бы провести это время, например, на море или с семьей, но они работают на нас, да, то же самое, другая отрасль, это вопросы ответственности и того, например, что у нас есть какие-то обязательства. Наше время подходит к концу, я остался время для одного вопроса, хочется обобщить уже происходящее. Мы говорили о том, что сейчас непонятно, конечно, какая ситуация в будущем будет, но вот если вы могли бы дать свой примерный прогноз, как лично вам кажется, насколько сильным, понятно, что рецессия экономическая будет в любом случае, насколько она будет сильной, насколько это повлияет на бизнесы, и можно ли это сравнивать с кризисом 2008 года, скажем, или это все-таки не так плохо будет? Я думаю, что сравнивать с кризисом 2008 года мы не можем совершенно вот так полностью, почему? Потому что не был затронут вопрос здоровья людей и вот тех последствий, которые мы видим буквально за эти 5-6 дней, когда у нас поменялись совершенно даже, мне кажется, привычки, то есть кто когда-то думал о том, что нам нужно будет так много дезинфекторов, и мы начнем ходить в масках в магазин, то есть это поведенческие такие моменты, но что касается такого провала, то я думаю, что это никакой апрель, естественно, это ничего не закончится, и я думаю, мы будем чувствовать последствия еще ближайшие года полтора, это очень сильно повлияет на рынок труда и на бизнесы, на очень многие, это не только туризм и транспорт, это громадный спектр бизнесов, которые вообще сейчас на плаву, и я думаю, что те прогнозы, которые дают сейчас и в Америке, и в Великобритании, это действительно год-полторая как минимум, мы будем это испытывать. Ну, как-то говорили, улыбались, смеялись, а концовка такая будет все-таки пессимистичная. Да, но я очень реалистично смотрю на вещи, потому что работаю в отрасли конкретно в этой 10 лет, и я прошла этот кризис, который был в 2008 году, и я видела, как мы из него выкарабкивались, да, и я думаю, это будет очень сложно, и тут нужно просто сплотиться всем и реалистично смотреть на вещи. Спасибо, у нас в гостях была предприниматель и городская активист Диана Новицкая. Продолжение следует...